Замечательные слова. Как хотелось, братья и сестры, чтобы Господь услышал нас, услышал меня, да? На сегодня особый день у нас, но ничего особенного мы не видим, ничего нового мы не видим на столе, на который приготовленный, для того, чтобы вспомнить страдающего Господа, страдающего за нас, за меня, за каждого. В Евангелии от Иоанна, в 19 главе, вся глава эта описывает о страдании Господа нашего Иисуса Христа, о том, как жестоко истязали Его, как надругались и поругали Его для того, чтобы мы могли иметь доступ к Богу, открытый через Его, через Господа нашего. Мне хотелось выборочно прочитать несколько мест, несколько стихов из этой главы, прежде чем мы будем рассуждать и молиться после этого. Это 19 глава Евангелия от Иоанна, 16, 17, 18 стихи. «Тогда, наконец, Он предан, предал Его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, Он вышел на место, называя Лобное, по-еврейски, Голгофа. Там распяли Его, и с Ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса». И 30 стих этой же главы. «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив главу, предал дух». Знаете, закончилась тяжесть всех переживаний. Закончились телесные истязания над Сыном Божиим. Закончились мучительные страдания. Пришло все к концу. Знаете, нам, людям, свойственно определять конец, сделать какую-то заключительную часть какого-то либо дела, которое мы совершаем. И мы можем сказать, да, все, дело закончено, закрываем. Двери закрыли, дело закрыли. То есть нам свойственно, мы привыкли к этому, и мы это делаем свободно. Однако, он был весьма сложным в ситуации страдающего Сына, страдающего Сына Божья. Вот этот заключительный момент. Когда мы находимся у постели больного, может быть, нашего мужа, нашей жены, родственника. Часто находятся друзья рядом, часто находятся рядом, может быть, родственники, близкие, родные, кто-то, может быть, из врачей. И, конечно, мы можем сделать какое-то заключение, или кто-то может сказать, ты прекрасно сегодня выглядишь, ты, наверное, уже здоров. Врач может сделать заключение и сказать, мы очень сожалеваем, но вам осталось сожить очень короткий срок, два дня, может быть, одну неделю, и вы не протянете этого. То есть, мы, люди, можем делать заключение для кого-то, сделать какой-то вывод. Но мы находим, что страдающий Христос анализирует свой процесс и делает заключение своему процессу, своей жизни, своему делу. Он делает и делает это Сам. И Он говорит, совершилось. Знаете, такое свидетельство по отношению к Сыну Божию никто на земле не мог сделать. Никто. Я думаю, что мы здесь видим, был возглас удостоверения, был открытый голос, сказанный для того, чтобы услышали люди. Это был как молитвенный рапорт к Богу. Это было слово, сказанное громко для того, чтобы окружающие услышали. Совершилось. Знаете, нам знакомо то, что Христос делал иногда вот такие моменты для того, чтобы люди услышали и увидели в Нем Сына Божия. И нам и знакомо такое место, Священное Писание, Евангелие от Иоанна 11, глава 41-42 стихи, где описано событие, когда Господь стоял у гробницы Лазаря, и когда люди стояли плачущие, вопиющие о том, что уже нет Его, уже разлагается тело Его, а Христос обращается, говорит, «Отворите камень!» и обращается, поднимая взор свой к Богу, и говорит, «Боже, я знал, что Ты услышишь меня, потому что всегда, когда я обращаюсь к Тебе, Ты слышишь меня. Но это я сказал для народа, который окружает меня, для того, чтобы они увидели и поверили». И Он говорит, «Отворите камень!» «Мазарь, выйди вон!» Христос это делал. Мы в другом случае видим, что Христос провозглашает Свою кончину, Своего нахождения, Своей миссии на этой земле громко, для того, чтобы ангелы небесные услышали. Ведь было время, когда они возвестили и говорили, что ныне родился вам Спаситель, Который есть Христос, Господь, Который пришел в этот мир для того, чтобы спасти мир. И теперь Он возвещает, провозглашая о том, что произошло, для того, чтобы небожители услышали, совершилось. Это было последнее слово нашего Спасителя на кресте. В чем суть? В чем суть вот этой рапортуемой истины, которую говорит Господь? Совершилось. Прежде всего, совершилось, я бы хотел посмотреть некоторые пункты, о чем мы можем сегодня порассуждать. Совершилось искупление. На протяжении столетий, от самого начала сотворения человека, мы видим через пророков, Бог говорил о том, что придет тот искупитель, который освободит человека. Освободит человека от рабства, освободит человека от смерти. Пророк Исаия провозгласил в 9 главе 6 стихе мы читаем, ибо младенец родился вам, сын дан нам, владычество на раменах его, нарекут ему имя чудный, советник Бог крепкий, было провозглашаемо пророками через века, через поколения, что придет искупление. И Господь говорит, совершилось. Совершилось это искупление. Совершилось. Мы видим, в чем оно еще совершилось. Видим, что принесена была достойная жертва. Ведь на протяжении веков, постоянно, из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день, люди шли и несли жертву. Жертву для того, чтобы освободиться от греха, который тяготил человека. Но здесь мы находим, что была достойная жертва. Жертва, которая освободила весь мир. И евангелист Иоанн пишет о событии, когда было там на реке Иордании. Когда Иоанн увидел Агнца, идущего к нему креститься, он говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира. Вот Агнец Божий. И Христос провозглашает на кресте и говорит, совершилось, совершилось то, что пришел, что Он пришел и совершил. Что Он был единственной способной жертвой, которая берет грехи всего мира на себя. Еще один момент. Мы видим, что закончилось Его мессианское послание. Его мессианское послание. В Деянии апостолов мы читаем, что там, в свое время, в небесах, когда-то был совет о том, что нужно было пойти, что нужно было совершить это служение здесь, на земле, для того, чтобы спасти этот мир. Иоанн в 12 главе пишет, в Евангелии от Иоанна в 12 главе, 27 стих, мы читаем слова такие, «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего!» Но на сей час я и пришел. Христос совершил это спасение для каждого из нас. Совершил для того, чтобы ты и я мы имели утешение в Господе. Он закончил свою миссию, сказав, совершилось. Он заканчивал служение, которое определил ему Бог. Была изложена истина. Истина о милосердии и любви Божьей. Она была донесена до человека для того, чтобы человек, который под законом рабства жил эти долгие годы, но услышал о любви Божьей и милосердии Божьей, то, что Христос принес для человека, чтобы он мог принять это. Было совершено практическое, и на деле, и в слове то, что Христос открыл для человека. И поэтому апостол Павел в свое время пишет к Тимофею и говорит такие слова. «И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповеданным в народе, принят верою в мире, вознесся во славе». Действительно совершилось необыкновенное, совершилось примирение человека с Отцом Небесным. Там, в Едемском саду, так далеко от непослушания, из-за непослушания произошел разрыв, большой разрыв между Богом и человеком. Но теперь Господь страданиями Своими совершает примирение Бога и человека. В Библии мы находим замечательный пример, когда Отец выходит на дорогу и видит идущего к Нему сына, блудного сына, который возвращается. Возвращается, и Он говорит, «Это сын Мой, который пропадал и нашелся. Это сын Мой, дайте Ему лучшую одежду, дайте Ему перстень на руку, будем веселиться, потому что Он был мертв и ожил». Совершилось это примирение, совершилось усыновление, потому что всякий, который сегодня еще с закрытым сердцем своим не принимает Господа, Он не является сыном. Но тот, кто открывает свое сердце для того, чтобы впустить Христа, Он становится сыном, сыном Божиим. В свое время Господь сказал, мы читаем в Евангелии, Луки в 19 главе, 9-10 стихи, Христос сказал Закхею, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и Он сын Авраамов, ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Произошло усыновление. И я думаю, как важно сегодня, когда мы смотрим на хлеб и вино, сознавать, что совершилась эта победа, это была трудная победа, потому что сам Христос провозглашает в молитве своей и говорит, «Да минует чаша меня сия, но не так, как я хочу, а как ты, Отче». Я думаю, как спортсмен, который бежит к финишной прямой для того, чтобы пересечь эту ленту, когда он выбивается из сил, прилагая все свои старания и усилия для того, чтобы достичь первым, или как в родах мы слышим рождение ребенка, как этот голос новой жизни. Я думаю, вот так вот спаситель мира, истерзанный, избитый, висящий на кресте, он провозглашает и говорит, «Эту радостную весть для нас совершилось, потому что до этого небо было закрыто, потому что двери были закрыты, но Господь открывает их. Совершилось, совершилось то, что каждый, верующий в Господа и принимающий Его, имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Пусть Господь благословит нас сегодня, дорогие друзья, поклониться Ему, возрадоваться вместе с Ним и прославить имя Его Святое за то, что совершилось спасение наше на Христе. Аминь. Помолимся. Аминь.